Зеленая зона, расположенная рядом с улицей Белякова в Дягилево, последние три года находится под угрозой. К такому выводу пришли местные жители, которые встали на защиту территории. В 2017 году они создали инициативную группу, в состав которой входит 12 человек. Тогда они отстаивали этот участок, на котором планировалось возведение двух многоэтажек. Спустя два года судебных разбирательств администрации города и жителям удалось отстоять территорию. Однако уже на протяжении трех лет кто-то методично отравляет жизнь парку и местным жителям. Вредительство в зеленой зоне военного городка Дягилево, первые разбитые бутылки, груды мусора появились ровно три года назад, когда строительная компания Атриум заявили свои права на гектар земли в парковой зоне и обнесли забором территории для строительства многоэтажных домов. В этом году у нас погибли все ежи. Их просто находили мертвыми под кустами. Раньше ежей было очень много. Вот идешь три-четыре, всегда дорогу тебе вечером перебегают. Деревья уничтожали не только сухие. Почему мы так переживали за деревья? Потому что были срублены молодые дубы, которые сажал наш ветеран. Местные жители считают, что вред парку наносит некий застройщик, который хочет завладеть этой зеленой зоной. К неприятностям, которые пришлось пережить местным жителям, относится и массовая гибель птиц. Этой весной было найдено порядка 250 погибших грачей. Больше половины, около 180 птиц, прошли патологоанатомическое исследование, вскрытие. На яды их проверяли. Разные виды исследования было. И исследовали семь проб корма. В заключении ветеринарной службы, что было отравление птиц особыми видами грибков, фузариями и аспергилами. Кроме того, местные жители заметили, что часто в зеленой зоне можно встретить незнакомых людей с бутылками алкоголя. Они ходят туда как на работу. Это здоровые молодые люди, которые никогда не жили у нас в городке. Это чужие люди. И почему они с утра собираются в парке, по два, по три человека, собираются с сумками, с выпивкой, сидят и в течение дня пакостят. Потому что вечером возвращаешься с работы, уже видишь сваленное дерево, распиленное дерево. Местные жители уже более пяти лет разрабатывают проект парка. В этом им помогали специалисты одного из вузов Рязани и другие неравнодушные люди. По плану, зеленая зона должна быть разделена на несколько функциональных частей. В частности, лесопарковая зона, расположенная на пяти гектарах. Далее идет спортивное пространство, на котором расположена спортивная площадка и стадион. Еще в одном месте здесь планируется обустроить исторически сложившуюся фронтовую поляну. Это место была открытая сцена, где жители всегда отмечали свои праздники. Так мы ее и заложили. Это наша фронтовая поляна. Затем идет мемориальная зона. Она начинается самолетом Ту-16 при въезде в военный городок. По правую руку увидите стелу, которая слава авиации. И вся центральная аллея от входа до контрольно-пропускного пункта воинской части, до музея дальней авиации. Это будет аллея славы. Пока воплотить в жизнь идеи, зафиксированные на бумаге, невозможно. Жители не могут добиться официального присвоения этому месту статуса парка. Хотя Рязанская топонимическая комиссия уже утвердила его название. Мемориальный парк славы дальней авиации имени Героя Советского Союза, генерал-лейтенанта Александра Белякова. Однако некоторые продвижения в уходе за парком уже наблюдаются. Когда люди почувствовали, что они могут потерять парк, вот это вот патриотическое чувство нас объединило. Субботников было много. И в 2017 году, в 2018 мы уже объединились с организацией «Эра», которые дважды нам помогали с мешками, с перчатками. И приезжали на нашу территорию, помогали с вывозом. А вот в 2019 году мы попали на заседание городской думы 4 октября с представителями администрации по нашим парковым вопросам. И пошло уже хорошее взаимодействие жителей с администрацией и представителями городской думы. Нам стали помогать в наших субботниках. Кроме этого, у местных жителей есть желание открыть музей истории авиагородка Дягилева. Сейчас он есть в соцсетях. Инициаторы говорят о том, что им было выделено помещение старой поликлиники. Однако в нем нет ремонта. Там же планируется разместить и несколько кружков, а также библиотеку. Однако ситуация пока не двигается с места, и занятия временно проходят в другом месте. Люди говорят о том, что им бы хватило экспонатов на два музея. Они очень надеются на то, что на их проблемы обратят внимание. А зеленая зона, наконец, станет парком. После чего появится финансирование для его благоустройства.